Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь в рубрике Второй фронт на Ньюсейдер, где мы рассказываем о самых передовых и не только самых передовых, а просто очень важных научно-технологических разработках стран Запада и в первую очередь оборонных разработках и главным образом тех, которые прямо сейчас поступают на вооружение украинской армии, благодаря чему ВСУ получают возможность уничтожать российскую террористическую саранчу и освобождать свои территории. И вот в сегодняшнем видео речь пойдет о противотанковом орудии ТОУ, которое только что американцы передали украинцам и вооруженные силы Украины начали уже применять на поле боя это орудие. Оно в некотором смысле лучше, чем «Джевелин». И не только потому, что боевая часть ТОУ значительно превосходит боевую часть «Джевелин» и, соответственно, практически гарантированно уничтожает танк с любой броней. Ну и еще и потому, что ТОУ произведен в гораздо большем количестве, чем «Джевелин». И это не только самое распространенное противотанковое оружие в армии США, но это также и одно из самых распространенных противотанковых орудий в мире вообще. И это орудие есть практически у всех стран НАТО. И вот теперь, когда украинцы освоили и начали применять это вооружение на поле боя, ясно, что теперь им дальше будет намного легче. Ведь теперь американцы и многие другие страны НАТО смогут прямо со своих складов передавать вот эти самые ТОУ украинцам. Так что никаких перебоев в этом смысле не будет, тогда как «Джевелины» уже закончились на американских складах. Таким образом, ТОУ – это в неком смысле новый этап для украинской армии в борьбе с российской тяжелой техникой. Все, что вы хотели знать о ТОУ, об их модификациях, об истории создания этого оружия и об его преимуществах – в этом видео. Когда танку дело труба. Недавно в сети появилось видео, снятое в Харьковской области, на котором видно, как ВСУ впервые применили противотанковый ракетный комплекс «Биджи-М-71 ТАУ». Сегодня это один из основных противотанковых ракетных комплексов в армии США, который теперь официально поставляется вооруженным силам Украины. На видео комплекс «Биджи-М-71 ТАУ» размещен на внедорожнике Хамви. Именно эта связка – пусковая установка плюс джип – является важным элементом повышения мобильности этого противотанкового ракетного комплекса, который отличается значительным весом. Только пусковая установка весит 93 килограмма, а ракета – от 19 до 23 килограмм в зависимости от версии. Понятно, что в отличие от всем известного «Джевелин», комплекс «ТАУ» за плечами не потаскаешь. Размещение «Биджи-М-71 ТАУ» на джипе Хамви – принятая практика в армии США. Но давайте посмотрим на это оружие поближе, чтобы понять, насколько оно может быть полезным для защитников Украины. Сразу же заметим, что со стороны элитных ватных экспертов уже раздается знакомый нам вой. Эти комплексы разработки 1963-68 годов – такое старье, что американцам они просто не нужны, вот и решили от них избавиться. Что тут можно возразить? Слава богу, что ватные эксперты не владеют английским, а то бы они с удивлением узнали о том, что своими корнями американские противотанковые ракеты уходят в разработки немецких инженеров времен Второй мировой войны. Только представьте, какой бы тогда поднялся вой на болотах. Впрочем, многое из современной военной техники уходит своими корнями в фашистскую Германию. Как говорится, без обид. В самом деле, подозреваю, что наша грамотная и технически подкованная аудитория и без лишних напоминаний знает, что первый в мире боевой реактивный самолет был создан немецкими инженерами, равно как и первой в мире серийной баллистической ракеты Фау-2, разработчик которой, Вернер фон Браун, помог позднее американцам отправить астронавтов на Луну. Так вот, и в деле создания противотанкового оружия немецкие инженеры времен Второй мировой войны были впереди планеты всей, и это в данном случае не метафора. В конце Второй мировой войны немецкая армия начала применять модифицированную версию ракеты Руршталь-Х4 с проводным наведением. Первоначально эта ракета была разработана для Люфтваффе, а затем, после замены ее боеголовки на противотанковую кумулятивную конструкцию, новая версия ракеты Х-7 превратилась в эффективное противотанковое оружие с дальностью стрельбы в сотни метров. Это могло значительно повысить эффективность противотанковых возможностей пехоты, которая в то время обычно использовала менее мощное оружие, такое как Панцерфауст и Панцершрек. Их дальность действия в лучшем случае ограничивалась 150 метрами. Слава богу, для союзников, разумеется, не для фашистов, эта ракета Х-7 так и не была полностью разработана до окончания войны. Сразу после войны немецкий дизайн был подхвачен командами разработчиков во Франции и Австралии. Во Франции Жан-Бастьен Тири из компании Nord Aviation разработал обновленную версию Х-7 с использованием твердотопливной ракеты для портативного ракетного комплекса СС-10. Разработка началась в 1948 году. В 1952 году были выпущены первые версии. Инспекция, проведенная армией США в 1953 году, пришла к выводу, что СС-10 не готова к реальным боевым действиям, но ее прогресс следует отслеживать. Затем США поручили компании Redstone Arsenal разработать свою собственную версию базовой концепции, которая получила название SSM A-23 Dart. Это была более крупная ракета с примерно вдвое большей дальностью поражения, чем у французской СС-10. Пока продолжалась разработка Dart, компания Nord представила работоспособную версию SS-10, а также SS-11 с увеличенным радиусом действия. Летом 1958 года разработка Dart была прекращена в пользу покупки двух французских образцов. Осенью 1958 года Управление артиллерийских исследований и разработок армии США сформировало специальную рабочую группу, чтобы определить будущую замену SS-10 и SS-11. Эта группа почти сразу же решила не пытаться определить концепцию будущего оружия, а вместо этого потратить следующие два года на изучение проблемы, исследуя возможность использования альтернативных систем наведения и постоянно наблюдая за зарубежными разработками по тем направлениям, по которым США отставали. В конечном результате американскими инженерами была предложена новая конструкция ракеты, запускаемой из трубы с оптическим отслеживанием и проводным управлением. Программист из баллистической лаборатории Гарри Рид сразу же окрестил ракету ТАУ. Так она получила имя, которое в дальнейшем использовалось на производстве. Название ТАУ расшифровывается как Tube Launched Optically Tracked Wire Guided, буквально запускаемой из трубы с оптическим отслеживанием и проводным управлением. 12 января 1962 года баллистическая лаборатория официально поручила разработку концепции ТАУ ракетному командованию армии США, МИКОМ. А окончательный контракт на разработку был подписан 3 мая 1963 года. Первоначально были представлены три варианта ТАУ от компаний Хаджес, Макдоналли и Мартин. Контракт был заключен с компанией Хаджес 28 июня 1968 года. Производство началось на заводе номер 44 ВВС США, а первые серийные образцы ТАУ были доставлены в августе 1969 года. В сентябре 1970 года были сформированы три учебных батальона, а к 30 сентября 1970 года ракета ТАУ начала заменять существующее в армии США тяжелое противотанковое оружие – безоткатную винтовку М-40. В настоящее время армия США ищет замену ракете ТАУ. Соответствующая программа получила название CCMSH – Close Combat Micell System Heavy – ракетная система ближнего боя тяжелая. Цель заключается в создании нового оружия с увеличенной дальностью до 10 км и более, а также с большей скоростью – возможностью ввести огонь на ходу при сохранении аналогичного размера пусковой установки. Армия США надеется получить первые образцы системы CCMSH где-то между 2028 и 2032 годами. С 1970 года ракетный комплекс ТАУ претерпел множество модификаций – BGM-71B, BGM-71C, BGM-71D, BGM-71E, BGM-71F, ТАУ-2N, BGM-71G, BGM-71H и т.д. Последние из них относятся к 2012 году – разработка компании Rayson. В настоящее время противотанковый комплекс ТАУ состоит на вооружении более 40 стран мира. Для поражения танка такой ракетой ТАУ не надо ни облучать саму цель, ни измерять дальность до цели. Минимальная дальность пуска ракеты составляет от 65 до 200 метров в зависимости от модификации. Максимальная дальность пуска ракеты составляет от 3750 до 4500 метров. Наведение ракеты ТАУ производится с помощью обычного электронно-оптического прицела. Центральная метка наводится на цель. Производится пуск, после чего до попадания ракеты в цель оператор удерживает метку на цели. Все варианты серийно производящихся ракет ТАУ используют полуавтоматическое наведение с обратной связью по трассеру. В прицельном устройстве имеется координатор, задача которого – определять отклонение трассера – ксеноновой лампы, установленной в корме ракеты. В зависимости от знака и величины отклонения, система наведения ракеты генерирует команды на рулевое устройство. Команды управления передаются по тонким проводам. Катушка с микропроводом расположена в кормовой части ракеты. Некоторые варианты ракеты – ТАУ-2БАРРФ, ТАУ-2АРФ и ТАУ-ББРФ – вместо проводов для передачи команд используют радиоканал. Для отсеивания помех координатор комплекса отслеживает только модулированное по фиксированной частоте инфракрасное излучение трассера. С разработкой ТАУ-2 для возможности одновременной стрельбы с близко расположенных пусковых установок и увеличения помехозащищенности частота стала переменной и случайно меняющейся во время полета ракеты. Также в конструкцию ТАУ-2 был введен дополнительный трассер, генерирующий тепло в результате реакции бора и титана. Частота излучения трассера модулируется с помощью механической шторки. Далее длинноволновое инфракрасное излучение теплового трассера отслеживается тепловизионным прицелом AN-TAC-4A, что обеспечивает возможность наведения в плохих погодных условиях и при задымленности. При наличии помех переключение на управление с помощью тепловизионного прицела выполняется автоматически. Помимо координатора и трассера, в процессе управления также участвуют датчики в направляющем механизме пусковой установки и гироскоп в самой ракете. Скорость полета ракеты ТАУ до звуковая – 1000 км в час. Боевая часть у ТАУ-АйТАУ кумулятивная и кумулятивная тандемная. У ТАУ-2А на трехсекционном наконечнике впереди ракеты выдвинут небольшой предзаряд, который инициирует подрыв элемента динамической защиты цели. Масса боеголовки ТАУ от 5,9 до 6,14 кг обеспечивает пробивание стальной монолитной брони толщиной 900 мм за динамической защитой. Боеголовка ракеты ТАУ-2Би включает в себя два заряда с танталовой облицовкой, формирующих ударные ядра. Масса каждого из них составляет 635 грамм. ТАУ-Би-Би использует фугасную боевую часть массой 2,8 кг. В 1987 году серийное производство комплексов ТАУ-2 перешло на модификацию ТАУ-2А, которая была предназначена для поражения бронетехники, оснащенной динамической защитой. В ракете использована боевая часть тандемного типа. Первый. Основной заряд массой 5,9 кг. И второй. Телескопический наконечник, на конце которого, на расстоянии около 300 мм, находится вспомогательный заряд массой 0,3 кг. При попадании ракеты ТАУ-2 в цель, вспомогательный заряд формирует кумулятивную струю, которая вызывает срабатывание динамической защиты бронеобъекта, танка. Кумулятивная струя, срабатывающего следом основного заряда, беспрепятственно проходит защиту, пробивая 900 мм гомогенной брони. В хвостовой части ракеты ТАУ-2 был размещен балластный груз для компенсации массы заряда, размещенного на наконечнике. Основным нововведением варианта ТАУ-2Б явилась реализация режима OTA, Overflight Top Attack, атака цели сверху при пролете над ней в наименее защищенную броней часть корпуса. В ракете ТАУ-2Б используется новая боевая часть типа «ударное ядро», которое включает в себя два направленных вниз к цели последовательно срабатывающих заряда типа EFP, Explosively Format Penetrator, взрывоопасный пенетратор, с танталовой облицовкой, диаметр каждого 149 мм, и дистанционный, двухрежимный, оптический, лазерный и магнитометрические датчики-взрыватель. Лазерные и магнитные датчики-взрыватели работают совместно, определяя высотный профиль и наличие большой массы металла в контуре цели и вызывая детонацию заряда в боеголовке при пролете ракеты точно над целью. Полуавтоматическая система наведения также модернизирована. Ракета летит на заранее установленной высоте над линией визирования цели, так что оператору остается только совместить перекрестие прицела с целью. При этом следует понимать, что система ТАУ-2Б не заменяет собой ТАУ-2А, а лишь дополняет ее. Есть и более экзотические варианты ракеты, например, BGM-71H, предназначена для поражения бункеров, легко бронированной техники и сооружений. ТАУ-2Б Аэро для применения с вертолета. Эта ракета оснащена радиокомандной системой наведения, в которую управление по проводам заменено радиоканалом. Что же касается длинной истории применения комплекса ТАУ, то, не залезая глубоко в дебри эпохи Холодной войны, стоит напомнить, что во время операции в Персидском заливе в 1990-91 гг. Один американский солдат, служивший наводчиком комплекса ТАУ, уничтожил в бою 9 иракских танков и 1 БТР. В 1997 году палестинцы использовали ТАУ, вероятно, иранского производства, для уничтожения израильского танка «Меркава». В декабре 2016 года с помощью ракет комплекса ТАУ были уничтожены два турецких танка «Леопард-2» современных модификаций. Так что все разговоры о том, что это оружие устарело и не в состоянии бороться с российскими танками, которым аналогов нет, мы оставим для ватников. Пусть утешают себя этими побосенками. И в завершении нашего краткого обзора отметим еще одно очень важное для Украины обстоятельство. За прошедшие десятилетия Соединенными Штатами и другими странами было выпущено порядка 700 тысяч противотанковых ракет ТАУ различных модификаций, 49 тысяч ракет модели BGM-71С, 50 тысяч ракет модели BGM-71Д и так далее. Проще говоря, на каждый русский танк приходится по нескольку десятков ракет марки ТАУ. Что это означает для Украин? Как минимум то, что в отличие от противотанковых ракет FGM-148 «Джевелин» дефицита ТАУ не возникнет. Для их получения украинским политикам не придется обращаться к американской администрации, а президенту Джо Байдену не нужно будет объезжать американские оборонные заводы и уговаривать их возобновить производство дефицитных ракет. Достаточно будет лишь заглянуть на военные склады в США или еще ближе, в Европе, чтобы обеспечить Украине бесперебойные поставки ракет ТАУ. Продолжение следует...